В бытность действующего хоккеиста человек отвечает лишь за свои действия на льду. Тренер же несет ответственность за всю команду и результат в целом. Сложнее руководить совсем юными спортсменами, которые только начинают сбираться на хоккейный Олимп. Тренер для них и отец, и наставник, и пример для подражания. Таким людям с легкостью можно отнести Владимира Климова. На льду наш герой провел целую жизнь. 47 лет Владимир Иванович занимался хоккеем. Но наступил момент, когда подошел возраст заканчивать спортивную карьеру игрока. И Владимиру поступило предложение набрать группу ребятишек для тренировок. И вот уже новая ипостась. Теперь в качестве тренера молодежной команды. Мне нравится наш тренер Клима Владимир Иванович Ончин. Он нам правильную тактику объясняет, рассказывает, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации. Он нам рассказывает все, как надо вести шайбу, как надо охранять ворота, как надо защищать своего воротаря, чтобы мы вырвались вперед и выиграли турнир. Мне нравится, как он руководит нашей командой и показывает, как делать задания. Хоккей Владимир Климов считает одним из важнейших видов спорта, в котором видит много положительных моментов. Это коллективная игра, дети сплоченные. Ну, плюс физическая подготовка. В дальнейшем это, конечно, и пригодится. Ну, в жизни здоровый человек всегда, как бы сказать, обществу полезен. Ну, плюс, конечно, дисциплине с детства они приучаются и, как бы, так же в жизни это будут. Главная задача, конечно, чтобы они стали нормальными, честными, порядочными людьми. Вот в первую очередь. За 28 лет тренерской деятельности Владимир повстречал много талантливой молодежи и воспитал ни одного качественного хоккеиста. Да, у нас ребята играют вот в первой команде у нас «Титан», они в призерах у нас области. Но были у меня ребята, которые вот Саша Козлов, он играл в «Автомобилисте» в Свердловском высшей лиге, в «Кургане» поиграли ребята. У каждого игрока, тренера, да и просто болельщика всегда есть любимый хоккеист, ради которого начинаешь любить этот спорт. Владимир Иванович повидал за свою жизнь немало хоккейных звезд, но, как у большинства людей, поживших в советское время, на этот вопрос у него один ответ. В советском хоккее, конечно, сразу скажу, любимый был он у всех, и сейчас это, конечно, Харламов. А сейчас у меня, как бы сказать, любимых-то таких нету, но нравится, да, наши вот, ну, как вот приезжал сейчас к нам Павел Дацук, Малкин, ну, ведущие наши игроки, конечно, они, выйдите. Мне вот нравятся ребята. Вообще, мне нравятся ребята, которые относятся серьезно, ну, бьются порядочно за честь своей страны. Как у опытного профессионала, повидавшего российский хоккей в разное время, Владимир имеет свое мнение об этом спорте, легко оценивая уровень развития хоккея в нашей стране сейчас. Мы в течение 15 лет не могли не завоевать, ну, никаких медалей, все, сейчас мы выигрываем и чемпионаты мира, там, и у нас, и молодежные сборные тоже с медалями. Конечно, он поднялся. Жалко Олимпиада в Сочи, нас, как бы немножко, говорят, опустился, но обилетировались на чемпионате мира. Конечно, поднялся. Потому что у нас сейчас условия немножко создаются вот в таких маленьких городах, как у нас искусственный лед строится во многих городах. Ребят больше просто становится, становится выбора ребят. Наша игра, хоккей, наша игра.